В индустриальном районном суде вынесли приговор бывшим сожителям, которые в декабре 2014 года совершили двойное убийство и пытались замаскировать следы преступления, устроив пожар. 41-летний Козлов и Самойлова 18 лет назад жили вместе. Потом их пути разошлись, но после неожиданной предновогодней встречи, случившейся два года назад, они вновь воспылали чувствами друг к другу. Роман продлился недолго. Уже через две недели после убийства их разлучили оперативники. В ходе предварительного следствия женщина рассказала, что именно она устроила пожар в доме на улице Наречной. Надеялась, что спасатели посчитают гибель владельцев участка несчастным случаем. Однако криминалисты, изучившие обгоревшие тела жертв, пришли к выводу. Хозяева дома скончались от многочисленных ножевых ранений. Во время допроса Самойлова также рассказала, что убитая была ее коллегой. Они вместе трудились в школе. Будущая жертва мыла посуду, а нынешняя подсудимая работала помощником повара. Перед новогодними праздниками женщины решили собраться с семьями. Самойлова пришла с бывшим любовником. Компания выпивала, а в завершении застолья Козлов, которого раздражал хозяин дома, несколько раз ударил его ножом. Жена погибшего мужчины попыталась выбежать из дома, чтобы позвать на помощь, но подсудимая тоже схватилась за холодное оружие. Когда все было кончено, преступница подожгла комнату, в качестве растопки используя бумагу. Козлов же в ходе допроса свою вину не признал и до последнего настаивал на своей невиновности. Даже в зале суда, слушая приговор, продолжал твердить свое. В ходе следствия было установлено, что пара привлекалась к уголовной ответственности за не столь тяжкие преступления. Двойное убийство стало в их криминальной карьере самым серьезным достижением. Благодаря тому, что обвиняемая сотрудничала со следствием, ее приговорили к 9 годам заключения. А вот не признавший вину сообщник отправится в колонию на 12 лет и будет содержаться в строгом режиме. С места происшествия Юлия Рябцева, Андрей Алферов.